Я так понимаю, что сегодняшнее наше собрание, для меня и пригласили здесь выступить, это рассказать о той интернет-деятельности, которая ведется, и ту интернет-деятельность, которую я здесь представляю. Значит, мы с Булатом, ну не могу сказать, что с самого начала создали, но введем такой ресурс, как «Философский штурм». «Философский штурм» для нас это оказалось совершенно случайным названием, потому что не мы являемся основателем этого ресурса, основателем является Роман Таран, он с ним поиграл несколько месяцев, потом решил его бросить. И вот уже на протяжении шести лет мы вот этим «Философским штурмом» занимаемся. Что такое «Философский штурм»? «Философский штурм» — это специальная социальная сеть для философов. Все знают Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, а вот тут есть точно такой же набор блогов для философов. Это очень странное явление, потому что что такое социальная сеть для философов в стране, лишенной философской культуры? Ну вот тоже некое странное явление такое. А? Просто «Философский штурм» вы находите в поисковике. Ведь где вы находите философские блоги, в любом поисковике набираете, философский штурм на первых и вторых местах стоит всегда. Да, где угодно. Вот. Там собрано большое количество различных людей с разным уровнем подготовки, разным уровнем интеллектуальных возможностей и так далее. Тем не менее, это тот ресурс, который в русскоязычном сегменте интернета обладает максимальной посещаемостью. Ничего более сильного, ничего нет. Могу также с гордостью отметить, что это один из немногих проектов, который не является калькой западного, а прямо является наоборот. Философский штурм в английском варианте является копией нашего. То есть, вначале возникла наша социальная сеть, и потом у нее появился англоязычный двойник. Обычно всегда было наоборот, потому что понимаем, что контакт – это всего лишь калька с Facebook. То есть, бывает обычно на Западе что-то появляется, а у нас оно переносится на нашу почву. Здесь прямо наоборот, появилось у нас в России 6 лет назад и перенесено на Западную почву. В рамках этого уже философского штурма существует еще один самостоятельный проект, а это именно видеоканал на YouTube. Канал чрезвычайно популярный. По философии, как и наш сайт, он является самым популярным каналом страны. Это на сегодняшний день 200 тысяч просмотров, порядка 1000 просмотров в день. То есть, по количеству просмотров он превосходит сильно даже, собственно, сайт. Потому что, если на сайте бывает 500-600 оригинальных IP, то есть оригинальных посетителей в день, то здесь около 1000 просмотров. Понятно, что большинство из них попадает случайно, тут же включает одно из наших видео, там порядка 500 человек, да, любое из наших видео, и тут же уходит. Но, тем не менее, процентов 25 досматривают их до конца. Что очень сложно, потому что есть специальные темы, и отслеживать их на протяжении часа, полутора. А иногда, как любит у нас Александр Сергеевич, здесь присутствующий, рассказывает на 2,5 часа, то до конца дожить очень тяжело. Тем не менее, вот это все есть. Значит, я давно задавался вопросом, почему именно удалось нам, а не удалось больше никому. Да? Что удалось? Удалось добиться высокого рода посещаемости и популярности. Потому что, если вы возьмете видеоканал Института философии Иран, то это всего 4000 просмотров за 4 года существования. Для нас это 3 дня. Если вы возьмете, скажем, Московский философский колледж, за всю его историю 28000 просмотров. Для нас это как бы месяц. Почему вот это так? Скорее всего, потому что мы предложили другой формат. Если обычное видео, оно состоит, либо какой-то фильм, либо это выступление. Вот вас здесь очень много, поэтому понятно, что какой у вас формат. Докладчик рассказывает 30-40 минут, после этого ему задают вопросы, потом легкие выступления. И вот такой формат в нужной среде принят. У нас формат другой. Высказывания гораздо больше, гораздо меньше по времени, а все остальное занимает дискуссия. То есть мы те, которые практически, получается, выкладываем философское ток-шоу в прямой эфир. Понятно, да? Ну вот сразу же должен сказать, какие темы, что происходит с сайтом и что происходит с каналом. Ну значит, к сожалению, сайт как сайт, он не свободен от такого явления, которое я называю по аналогии с физикой. Там есть Бозе конденсация, я называю это дебил конденсацией. Оно состоит в следующем, что когда у тебя есть человек с высоким уровнем, то ему дискутировать не с кем. Он выложил свой текст на блог, и он тут же исчез из топа. Если у человека уровень, как правило, пониже, то всегда ему есть с кем поговорить. И они отвечают друг другу, они дискутируют. И его пост, его блог, его текст, вот этот, даже если он слабый, он постоянно находится в топе. Его смотрят все больше и больше людей. Это я называю по аналогии с Бозе конденсацией, дебил конденсацией. То есть, как бы, это, к сожалению, беда у любого интернет-проекта, в том числе и нашего. Раз. Поэтому, если кто-то из вас зайдет, пожалуйста, не считайте, что те посты и блоги, у которых 200-300 комментариев, это самые лучшие. Это неправда. Скорее всего, самые лучшие будут те, у которых ни одного комментария не будет. И очень много сильного народа к нам приходят, размещают свои тексты, видят, что они не вызывают никакого интереса, и после этого с него уходят. К сожалению, это так. Но это полные издержки интернета. Философский штурм. А запишите его. Вот философский штурм. А вам просто берете русскими словами, в любом поисковике пишите философский штурм. И вас тоже выкидывает на этот, на него. Вы входите в него, у вас он синького цвета такой. У вас слева будет два канала видео. Один канал на Ютубе, второй канал на Вимео. Ну, понятно. Но это вот такая-то речь. Один канал на Ютубе, второй канал на Вимео. Значит, в чем еще его популярность? Мы в свое время, у нас кроме удачных проектов, были неудачные. Мы, например, пытались сделать университет философского штурма. Мы считали, ну давайте людей будем образовывать при всем этом. Это казалось никому не нужно. Потому что услуга именно по образованию, она оказалась совершенно не востребована. А востребована оказалась другая услуга. Как это неприятно сейчас мне говорить, то я о ней скажу. Значит, в чем парадокс еще? Вот Google, то есть Ютуб, позволяет отслеживать возраст пользователей. Хотите догадаться, какое у нас, например, соотношение между мужчиной и женщиной среди посетителей? 80 женщин, 20 мужчин. Еще какое есть? А я говорю, 90 женщин. Нет, у нас, к сожалению, ситуация она таковая. Значит, 84 на 16. То есть 84 мужчин, а не женщин. Мужчин? Да. Каков средний возраст мужчин? 45. Ну, близко. Да, где-то так. 45-46. 65. А женщин с какой возраст? 70. 60. 60, близки к этому. Я говорю, 70. Да, то есть близки к этому, 60. То есть это получилось, что все эти ресурсы популярны у людей уже в возрасте. То есть если у мужчин порядка 46 лет, то есть нижний детсель, вот нынешней молодежи, там 17-20 лет, он практически не представлен. В этом есть и польза, есть много интересного, есть и, к сожалению, и некий, но нельзя его назвать негативным моментом. Значит, смотрите. Значит, образовательная деятельность у нас оказалась невостребована, но оказалась востребована так называемая утилизационная деятельность. Что такое утилизационная деятельность? Это когда человек прожил, ему уже много лет, он накопил определенного рода искусство и умения. Но просто так отправляться на кладбище он с этим делом не может. То есть у него все эти вот его искусства и умения должны быть утилизированы. То есть возникает некая деятельность, часть ее, которая состоит только в том, что в специальном утилизации. Ну как вот, например, человек, который накачал какие-то мышцы, он не занимается спортом, но мышцы у него зудят, гудят и просят энергии. Точно так же требуется какую-то физическую деятельность им предпословить. Точно так же люди поднакачали собственные мозги или что-либо еще, какие-то компетенции и интенции. Эти компетенции и интенции никому не нужны, они абсолютно не востребованы. Но тем не менее люди собираются вместе, что-то пишут, что-то еще. Это как раз есть утилизация. То есть у нас он не обращен, получается, сайт как таковое будущее, он весь обращен как бы в прошлое. То есть человек отправляется на кладбище, но он не может на это кладбище отправиться просто так. Он вынужден заниматься некой деятельностью самоутилизации. Вот это почему он оказался востребованным, на мой взгляд. То есть реализация, то есть утилизация. Утилизация, утилизация. Это шуткое слово. Ну вот, тем не менее, оно именно правильно соответствует нынешней ситуации. Вы поможете, получается, вы поможете. Утилизация, так что-то там вы делаете. Да, 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 да. Все платит. Да, да, да. В другое время. Да. Именно вот не образовательная деятельность, а именно утилизационная. Это важно понимать, когда мы со всеми вот этими интернет-проектами работаем. Это такова, 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 в этом я думаю, что нам совершенно случайно удалось угадать некоторую потребность общества, социальную. То есть, повторяю еще раз, у общества нету потребности в развитии, у общества есть потребность захоронения. То есть, у общества есть потребность людей более-менее образованных и более-менее мыслящих, как их похоронить. И мы эту самую ситуацию, эту услугу людям предоставляем. То есть, предоставление по поводу похорон умных, достаточно образованных людей. Ну это частное мнение, частное мнение. Не думайте, что он выражает мнение всех. Кривософский штурм подразумевает многообразие мнений, понимаете? Да, вот он рассказывает свое мнение. Подождите, похорон людей реальных или идеи человечества? И идеи, и людей. Да, да, вот так мы и работаем, через кровоказку. Вот видите, вам стало уже интересно. Нет, ну вам интересно, потому что вы что, похоронное бюро? Да, да, да. Мы интеллектуальное похоронное бюро, да. То есть, помимо похорон тела, нужно еще хранить душу. Душа уходит, ты раз совсем не на работе, приходит вновь... Это так кажется. Это так кажется. Мы не хотим, что это просто хранить на бюро. Дискуссия, что это философский штурм? Это мозговой штурм? А. Будут вопросы? Да, да, да. У нас на философском штурме это можно. У нас можно в любой момент говорить. Но лучше, слушайте, но вы убегали. Если вы закончили... Что, 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 что? Неудачная нажима. Такой перебивайте. Мягко говоря, не бежит. Да не бежайте. А что? Вы выскажитесь потом. Вообще-то то, что философия, философия искусства умирать, это на самом деле древнее мудрость. Философия это искусство умирать. Я не помню, кто сказал, один из... Да, 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 давай слушай. Нет, ну вы хотите, мы можем сейчас подискусировать по этому поводу. Понимаете, философ должен уметь слышать чужое мнение. Понимаете, не все мнения должны совпадать с вашими мнениями. Ну, это понятно. И вы, на самом деле, сейчас пытаетесь перевести разговор в политическую плоскость. Вам не нравится, значит, вас оскорбляют. Это политическая... Политическая плоскость. А философская плоскость... Философская плоскость, возможно, даже разные мнения, понимаете? И те, которые вам не нравятся, они тоже возможны, они тоже мысль. И люди тоже... Вы пытаетесь, Игорь, еще раз говорю, перевести разговор в политическую плоскость. Политическую плоскость. Это не политическое, а политическое устройство социума. А это личностное. А что это делать? Как вас может оскорбить мнение человека? Тем более мнение, которое он высказывает о своей деятельности, а не вашей. Как это может быть оскорбительно? Он свои мнения снижает жизнь других людей. Ну, каким образом, если он о своей жизни рассказывает? Он считает так. Понимаете, он еще... Но если он считает, что он должен завтра умереть, это его... Согласитесь, что это его право? Почему право? Мы должны его отговорить. Он еще сильный, молодой, красивый. Да-да-да. Значит, давайте. Ну что, продолжим? Продолжим, нет? Давайте подушим. Ну, вот видите, да? Почему он штурм, да, в том числе появляется? Потому что вот я произнес речь на пять минут, и видите, какое большое оно... Думацируете. Какое оно большое... Количество возражений он тут же вызвало, да? А просмотров сколько? А просмотров-то сколько будет, да. Это вот так. Значит, помимо общего настроя, настрой чисто философский, потому что философия – это как бы искусство умирать, да? Значит, есть еще и содержательный момент, помимо формального. А искусство жизни, оно не подразумевает? Да, это вам не нравится. А сколько в зале христиан? Мне интересно просто. Христиан сколько в зале? В христианском понимании, на самом деле, наша жизнь – это только подготовка к другой жизни, а смерть – это самое главное событие этой жизни. Это глупость. Это не глупость, это просто христиан. Вы понимаете, что вас прямо... А христианство знает, что вы великий. Теревейшие условия смерти. Товарищи, граждане, христиане, я предлагаю вам дослушать до конца, почему вы вместе с пеной хороните ребенка? Замечательное выступление, замечательная акция, да? Ну, употребил Игорь такое слово, ну и Бог с ним. Чего вам-то отобьет? А где христианство идет? Потому что мы утили не хотим еще быть, а хотим быть в действии. Вот если хотите, так разлушайте до конца, и подумайте об утилизации, того, что терпят, того, с чем вы ходите, не имея возможности опубликовать, выступить публично, с тем, с чем вы хотели бы обратиться к публике. А как это названо? Это важно. Ну, для кого-то очень важно, а для кого-то не имеет никакого значения. Да, я хочу сказать, что понятно, что подавляющее большинство участников, но мое мнение это не разделяет. Они приходят, у них каждый облог, это действительно способ. Вот смотрите, ведь если вы выкладываете какой-то текст, пытаетесь сейчас издать, то почти наверняка его никто читать не будет, и вы будете иметь большую проблему с его распространением, потому что книжные магазины закрываются, оптовые фирмы книжные умирают и так далее. Журналы о том, что никто не читает. Но тем не менее, когда вы выкладываете, скажем, на философский штурм, не говоря уже о канале, то вы имеете большое количество зрителей, слушателей и так далее. У нас типичная ситуация, например, для видео, это 10-20 тысяч просмотров. Вы представляете себе, если по нынешним временам тираж книги составляет тысячи экземпляров, это считается много. Поэтому этот ресурс, ведь было уже большое количество людей, которые ругались с нами, которые закрывали свой аккаунт, они уходили, пытались создавать собственные сайты, но это уже все не удалось. И он как бы так получается, что это единственный философский ресурс, более-менее популярный в стране, который существует, и который такую услугу он предлагает. Это можно не делать. У каждого свой блог. Он блоги свой, как на любой странице ВКонтакте, или в Фейсбуке, или где-либо еще, полный хозяин. Эту точку зрения не обязательно делать. Я просто говорю, почему он популярен, и почему у нас средний возраст участников, он настолько высок. Ну, высок у нас средний возраст участников. Для какого-нибудь активного участника философского штурма, именно как сайта, то 70 лет – это не возраст. Это нормальная у нас величина. Это что касается, собственно, ресурса, с формальной точки зрения. С точки зрения содержательной, в последнее время, два года как существует канал на YouTube философского штурма, и он сейчас получил настолько большую популярность, которая далеко уже превосходит собственно популярность собственного сайта. Я уже сказал, что это система семинаров, которые проходят в режиме буквально шоу. Вот то, что если бы я сейчас с вами вступил бы в дискуссию по поводу моего любимого слова «утилизация», то вот это и было бы такое шоу. Но вот я бы сейчас пока не вступил, потому что у нас с вами другой формат. Значит, какие проблемы там задеваются и какими проблемами мы занимаемся? С точки зрения абстрактной, фундаментальной метафизики действуют самостоятельные семинары под руководством замечательного российского философа, может быть, самого крупного философа и существующих, Олега Михайловича Наговицына. Наговицына. Наговицына Олег Михайлович. Наговицына Олег Михайлович. Это тяжелая, сложная деятельность, по сложности сопоставимая с каким-нибудь специальным математическим семинаром, поэтому именно с математическим, посвященный какой-нибудь там дифференциальной геометрии или там математической логике, что-либо еще, хотя к этому не имеет никакого отношения. Он чрезвычайно сложен и насыщен, но именно тот, то вещь, которая смотрится по понятным причинам у нас меньше всего. То есть, на самом деле, помимо нескольких постоянных участников, в настоящий момент этот семинар действует на философском факультете Санкт-Петербургского университета, и в нем есть пять участников, есть еще восемь-деять виртуальных участников. Но для семинара такого рода сложности это много. И, разумеется, эти участники сосредоточены далеко не в России, а, как правило, за границей. И есть такая еще замечательная статистика, опция Google, она соответствует во времени просмотра. И вот что интересно, во время просмотра, ну, среднее время, на котором человек проводит за просмотром нашего видео, выше, как ни странно, у наших соответствующих, уехших в Канаду, в США, в Германию, в Израиль, вот такие страны. А у нас он немного пониже. А, скажем, среднеазиатских или закавказских республик, она вообще ничтожна. То есть, почему-то грузины заходят и уходят, в то время как русские и американцы смотрят это дело часами. Вот это тоже такая странная вещь. Но, скорее всего, просто либо им скучно, им хочется поговорить, послушать что-то на русском языке, либо, может быть, средний интеллектуальный уровень эмигрантов, он гораздо выше, чем тех, кто остался, к сожалению, в России. Это вот такая ситуация. Это вот такой специальный семинар. Второе, это, собственно, семинар философского штурма. Делился раньше на две части. Это лаборатория философского штурма и семинар философского штурма. Теперь он объединен, как бы, опять вместе. Там различного рода вещи обсуждаются. Ну, значит, то, что ближе, наверное, на ближайшем участниках мы занимаемся тем, что называется новая натура философии. Что такое новая натура философии? Кажется очевидным, что в настоящем мире скопилось большое количество экспериментальных данных, которые полностью не укладывают современную картину мира. Мне представляется, что сегодняшнее состояние, например, физики, оно выглядит еще более радикально предреволюционно, чем ситуация конца 19-го, начала 20-го века, когда, казалось бы, что физика вся построена, осталось только два всего лишь маленьких облачка. Но это потом привело к созданию теории относительности, это привело к созданию квантовой механики и к радикальной научной революции. Мне представляется, что в настоящий момент мы переживаем точно такой же период, и я вот занимаюсь коллекционированием подобного рода проблем и задач, которые могли бы в этой революции сделать. Боюсь, что мне самому не удастся с этой задачей справиться, квалификации просто не хватает. Да? Кому-либо, какой-либо еще. Но то, что такая проблематика существует, и экспериментальные факты эти очень много накопились, у нас Эдуард Олегович Кович Тома тоже об этом рассказывал, это тоже идет в нашу копилку, мы их коллекционируем и всяческим образом пытаемся обсуждать. Особо, особняком у нас стоит особенно проблема холодного ядерного синтеза. Это почему? Потому что вроде бы такое количество уже экспериментальных данных накопилось, это никак не укладывается в современную научную парадигму, поэтому и к проблеме холодного ядерного синтеза мы имеем, особенно ей сильно интересуемся, и более того, наши семинары, поэтому даже люди пытаются переводить на английский язык и выкладывать у себя там на западных каналах ютубовских. Вот. Это такая. Занимаемся слегка, конечно, мы социальной философией. Куда социальной философией не одеться? Мы этим вопросом тоже занимаемся. Важная, еще очень популярная тема, чем мы занимаемся, это попытка использования новых научных методов в такой специальной науке, как история. Ведь в самом деле история на сегодняшний день представляет смесь литературного вымысла и бреда сивы кобылы. Каким образом это предложить, создать из нее науку, какими методами этого можем, мы этот вопрос обсуждать. Особенно пристальное внимание мы уделяем генетическим методам исследования родства различного рода народов и этнических групп по гаплогруппам Y-хромосомы и по микрохондринам ДНК. К нам приезжают даже специалисты из других городов и тоже пытаются устраивать нам доклады. Именно это направление нашей деятельности вызывает максимальное количество просмотров и максимальное количество оскорблений в мой и в адрес Булата. то есть особенность русскоязычного интернета то что любой человек может быть оскорблен в самой жесткой и самой неожиданной и самой нецензурной форме и поэтому у каждого канала есть свои комментарии и можно там прочитать совершенно дикие невозможные вещи тем не менее прочитать их о себе можно это вот такая вот вещь. Ну и разумеется мы занимаемся просто классической философией обсуждаем вопрос что такое бытие обсуждаем вопрос как можно различить например сущность существования мы занимаемся как мыслить можно мыслить небытие как можно мыслить вещь что под этим делом скрывается это большое количество нашей деятельности не вызывающего такого уже большого интереса среди окружающих тем не менее мы пытаемся в этом смысле познакомить русских с философским дискурсом ведь особенностью русской национальной культуры состоит в том что она с философским дискурсом незнакома как это что это что это такое ну в самом деле любой физик в общем-то немного даже поучившийся представляет себе что такое физика как что такое проблематика что такое постановка задач какие методы исследования задач и существуют и имеются ясно что подавляющее большинство физиков в нашей стране весьма высокого уровня и очень многие могут работать достаточно на приличном уровне то есть заниматься получением новых результатов каких-то другая ситуация скажем биологии там 70-50% научных работ на современной российской биологии это просто подтасовка результатов еще 25% это примерно профанация деятельности но тем не менее обратить внимание любой из этих профанаторов и кого-то бы еще он представляет себе опять представляет что такое методы что такое постановка задачи и какие методы решения их есть он сам не занимается наукой как-то симулирует ее но тем не менее он это знает с философией все гораздо хуже человек даже имеющий степень доктора философских наук не представляет ни что такое философия никакие вопросы стоят в основании философии никакие методы решения проблематики у философии существуют это так это выражается тем простым фактом что философия по-русски очень дело спорное мы эту ситуацию пытаемся таким образом получается что исправить ну благодаря конечно деятельности того же Олега Михайловича Наговицына и кого-либо еще и есть определенного рода прогресс большое количество людей со складом философии но не имеющие не имевшие возможности какого-то рода общения да благодаря нашему каналу на ютубе такую возможность имеют и по целому ряду людей наблюдается резкий даже взрывной рост уровня то есть человек умный от природы но он не умел поставить задачи ему не объясняли что это такое и вот ему показали и он с этим делом может работать и это тоже одно из наших вот таких образовательных факторов только хочу отметить что в качестве людей которые образовываются таким образом выступают часто люди в возрасте за 50 вот то есть вот так у нас вот вот так что я примерно обрисовал круг вопросов которым мы занимаемся давайте я добавлю да да я могу сразу сказать что я с мнением о том что наш проект является как будто утилизационный конечно не согласен и многие на нашем сайте конечно занимаются философией не потому что они там им некуда деваться они вполне успешные люди в жизни вполне успешно занимаются другими вещами в частности просто у них есть еще интерес философский который естественно просыпается не в раннем возрасте да возникает постепенно когда человек набирается опыта и у него возникают какие-то вопросы он хочет их решить это первое замечание второе замечание по поводу того какие еще вопросы поднимаются на нашем сайте кроме описок на самом деле мы очень долгое время занимались допустим теологией занимались философией сознания причем как бы занимались таком аспекте мы брали какую-то какую-то проблему допустим это что такое сознание да и пытались ее из семинара на семинар обсуждать как бы и как-то развивать как это делается философскими методами причем как бы допустим по философии сознания это порядка 10-20 семинаров по теологии порядка 20 семинаров то есть в теологию это входит не только скажем христианское богословие а в принципе обсуждение что такое абсолют с философской точки зрения как к этому вопросу нужно подходить методы там откровения да скажем там изучение текстов и прочие там вещи то есть на самом деле как бы еще у нас существуют какие-то вопросы текущего дня даже допустим у нас мы обсуждали метафизику кургиняна если так можно назвать есть какие-то политические вопросы которые тоже на повестке дня стоят важные с философской точки зрения рассмотрим мы тоже исследуем или допустим последний интересный семинар был посвящен ее мобиль он был посвящен не этому а сравнивали технологию автомобиля Тесла и ее мобили и пытались понять можно ли было с самого начала сходя из неких принципов методологии организации науки понять почему ее мобиль окажется провальным проектом а почему автомобиль Тесла окажется проектом блестящим потом 5 семинаров был посвящен просто даже транспорту в Санкт-Петербурге это оказалось какое-то отношение не имеет к философии урбанистика в Санкт-Петербурге но тем не менее у философа тоже душа горит и если он видит что какие-то вопросы можно решить разумно то и предлагает свои способы решения это связано не с этим просто это выложено я просто председатель городского движения от надземного экспресса бывшего вот был такой проект все знают надземный экспресс мы его замочили еще раз произнесите надземный экспресс был такой проект Игорь даже выступал по-моему да, я прошелся по ряду ток-шоу и по всем каналам кроме ОРТ в связи с этим и этот проект удалось остановить поэтому как бы я урбанистов и урбанистику знаю благодаря этому не понаслышке и в том числе мы этим занимались и попытка тоже превратить урбанистику в некую интеллектуальную деятельность это сложно почти невозможно и именно такую попытку мы припомнили в логистике да, очень важно например в нашем городе этот вопрос тоже по идее надо изучать на высоком уровне но если посмотреть то как бы очень много околофилософских проблем которые затронуты у нас на философском штурме ну это я все назвал социальной философией так образно говоря потому что кроме еще тоже хочу заметить как ни странно помимо того что я был сотрудником теоретела ЛИАФа то есть института ядерной физики в Гатчине да я еще был научным сотрудником института комплекс социальных исследований при университете поэтому мы и здесь этим тоже вопросом занимаемся хорошо спасибо да мы хотели бы да пускай Александр тоже представитель участия философского штурма пару слов сказать Александр Сергеевич Грецов рядовой участник проекта хотя я присутствовал что называется с самого начала но активную деятельность я веду проекта только последний год так вот два аспекта о которых можно было догадаться уже но все же я озвучу во-первых это общественная проекта у два человека и Игорь Ибулат они его волокут и не просто так а случаю в случаю а каждую неделю каждую неделю выпускается по несколько не по одному а по несколько выпусков видео семинаров иногда бывает по 10-12 недель да ну вот бывает что раз на дне но вот у нас такое время суббота когда мы собираемся вечером и записываем там 2-3 а то и 4 семинара это первое вот поэтому вот это вот редкий случай что такое длительное время на общественных началах развивается интернет-проект я подчеркиваю вот раньше говорили на общественных началах то есть на свои да и второе тоже казалось бы понятная вещь но так получилось что очень много участников проекта они всеестественного научного образования не с академическим философским образованием а прежде всего естественно научным хотя многие как и допустим Игорь Газна и Булата тоже они имеют дополнительное они получили дополнительное философское кандидаты философских но я еще хочу заметить как ни странно вот которые собираются потом выясняется что не все выпускники одной школы это 45-го интерната при ныне академической гимназии при университете потому что мы даже одноклассники а вот Александр Сергеевич заканчивал в 68-м году то есть еще до моего рождения это тоже как-то сплачивает а там всего 7-8 да человек 7-8 выпускников среди активов как раз человек 7-8 выпускников этой школы различного так вот тот факт что люди в бэкграунде имеют естественное научное образование накладывает определенные обещания на наш подход философии безусловно может быть вот эта провокационность нашей деятельности она обусловлена тем отличием которое совершенно ясно между семинарами которые проводят физики и семинарами или конференциями которые проводят допустим гуманитариев но вот люди которые были на тех и на других они разно ощущают очень четко провокативность некоторая и свобода обсуждения она обусловлена не желаемым пиаром каким-то да а вот в основном то вот этой особенности нашей ну вот спасибо что я хочу спасибо да все что касается если позволите конференции или какого-то какого-то антропологического что ли антропоморфового изложения то в физике часто и учителя физики так говорят электрон не знает куда ему идти электрон знать ничего не может но есть напряжение и он узнает куда ему нужно двигаться в таком духе очень часто это говорится и как ни странно это лучше помогает понять суть дела поэтому когда говорили мы смертные или мы там все на кладбище или как-то там других терминов на самом деле это означает что очень часто люди с генеральными способностями с хорошими идеями уходят вместе со своими идеями хотя говорят книги идеи не сгорают сгорают так что чтобы они не сгорали я думаю не сгорают я думаю что нас стоит внимательно выслушать да да представляете да то есть вот мы с вами сидим и в этот момент тысячи человек смотрят наше видео которое было там записано скажем просто реально тысячи человек автор уже умер да автор уже умер автор уже сам забыл уже что он хотел сказать но вот тысячи человек в этот момент смотрят вот именно вот сейчас и потом именно тысячи вот каждую минуту теперь пожалуйста те кто хотел высказаться коротко поднимите руки кто еще хотел вопрос есть 2 3 да 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 5 пожалуйста вы первый если можно вопрос противоречие название философский штурм это тот же мозговой штурм возможно ставить другую задачу чем вы вы правильно сказали что случайность это в названии и так далее то есть значит ну вот по поводу вашего то есть философский штурм то есть видимо как и мозговой задача его поиск какой-то истины нестандартной нетрадиционной потому что обычными методами нельзя ну там есть ряд других специалист рулить способов ведения дискуссии или там поисков истины такая одна из способов она в чем состоит ну то есть вы выискаться дилетанты а на самом деле они вдруг неожиданно безотносительно таких знаний выискают такие мысли которые потом вдруг окажутся новыми чем-то вот философский мозговой штурм а вы как я понимаю цели задачи у вас другие то есть противоречия второе по христианству ну там просто обракодавлю не умирание а христианство задачи вот медиа если почитаете это ценность человеческого бытия существования здесь не там не какая-то подготовка а ценность каждой души каждый человек самооценен в этом смысле христианство с моей точки зрения а не какое-то умирание это умирание я понимаю что вы о фронт вам надо поднимать мнение но на самом деле вот если говорить о выживании мне кажется вопрос вы не охватили это же не дискуссия извините это своеобразно это уже вопрос ну ответ на вопрос Влад у нас занимался теологическим направлением у них был действующий семинар на который я далеко не всегда ходил давайте я про христианство тогда быстро ответить нет скажите да давайте пожалуйста вы никогда не замечали что в христианстве самое как бы выдающийся место занимает это монашество да казалось бы монашество это зашло вы видите в сферу по моему вы это не почему вы же с вашей точки зрения смотрите патриархов почему вы так говорите жестко я не жестко говорю но просто есть интенсия христианства изначально изначально вопрос пусть и потом вот это то что евангелие просто написано это лучшая практика присяг ну что мы гадали я ленге извините да 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 что у вас там гадали это хорошо это хорошо хорошо да а вы можете ближе подойти видите люди спешат вопрос да 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 штурмовать я бы даже сказал если говорить полностью правильно штурмовать штурмовать штурмуете небо штурмовать да потому что называется штурм по-русски пишется штурм штурм это и есть как я говорю я же говорю о том что вы в моем понимании сказали что вы штурмуете небо что вы ставите довольно очень специфические вопросы и тем самым вы далеки от народа народ вас не понимает если взять видео выкладки и так далее это одна задача она по большому ни о чем не говорит ничего не подтверждает ничего не говорит связи с народом у вас нет вопрос или ты что нет вопрос вопрос ну очень климно нет я еще сказал что это предложение ну пусть скажет пусть скажет я не скажу у вас народу связи нет поэтому у меня я так понял что вы проводите довольно специализированные семинары где люди с определенными очень жесткими установками на этот и вопрос по этому а вот вообще такие вот а кто судить заседания типа нашего вы проводите что пришли высказали народ выслушал ваше мнение высказали может какое-то непонятное для вас линии неприятно вы вообще проводите считайте что это первое вот вам что-то дали какую-то наживку для размышлений вы такие как вы вы проводите семинары все к вам надо прийти послушать понимаете просто не хочется оскорблять понимаете вы так говорите что ничего другого нельзя сказать что мы не проводим никогда такой семинар и это по объективным причинам потому что люди должны быть подготовлены как минимальным образом вы согласитесь что математик не пойдет к рабочему и не станет ему объяснять азы своей науки для этого существует школа у нас на самом деле философский штурм рассчитан на подготовленных и продвинутых философов которые по крайней мере имеют ну а как вы хотите познавать истину и не хотите для этого подготовиться почему это мы не хотим вы хотите подготовлены я не знаю готовы если позволите чтобы разрядить расслаб ну конечно знаете если вы не слышали образование здесь вы не понимаете я вообще не понимаю якобы мне такое впечатление как будто я на партийном собрании понимаете дайте сказать я начал что-то говорить вы оборвали человек что-то сказал и сразу начали навешивать ему ярлыки мы на партийном собрании ну давайте сейчас мы покаемся и все как бы вы не правы знаете вы во многом правы просто дело в том что мы об этом вопросам тоже задумывались на сегодняшний момент просто технически это как бы невозможно для нас то есть мы готовы выйти в какую-то более вот такую большую большую аудиторию что сейчас и делаем да что мы сейчас и делаем но для нас это к сожалению просто технически невозможно раз во вторых что я хочу еще заметить наш непривычный формат вот этого постоянной дискуссии когда в нем в дискуссии участвуют все присутствующие люди на семинаре он в аудитории в 30 человек он невозможен я уже даже обратил внимание что уже если бы человек больше 7 то уже все уже караул уже все вешаются все уже перебирают друг друга наши самые удачные семинары это 3-4 участника вот так к сожалению просто формат другой безусловно и этот формат я например знаете что могу еще заметить меня тут познакомились с современными психологическими практиками типа расстановок Хеллингера мне например самому даже интересно состояние провести расстановку Хеллингера какую-то вот такую расстановочную большую расстановочную игру не я вот я лично не группа специалистов психологов типа Елены Борисовны Переслегиной или кого-либо там еще для этого нужно как бы тоже была бы аудитория много людей взять например и в смысле расстановки Хеллингера проиграть скажем раскол в России вот взять вот раскол знаменитый факт 1666 год и все его окрестности и проиграть но это к нам тоже технологически возможно и народу мало и помещения нет вот в чем дело а так было бы конечно интересно вы правы хорошо спасибо если позволите я по этому же поводу во-первых какая-то на самом деле маргинальная вещь зацеплена ну название не такое ну посмотрите современные названия скажем музыкальных коллективов Кногу свело или ДЗТ или еще что-то ну сложилось такое название всем понятно о чем идет вещь что здесь уточнять еще что они сменят название не сменят значит нет вот мы не о том мы вот не туда идем совершенно бесполезный разговор теперь значит относительно аудитории ну вот пришли к нам по просьбе Максима Григорьевича по собственному воле изъявления как раз для того чтобы предоставить эту возможность в формате всем скопом говорят нецелесообразно но придете по одному или по двое и трое приглашают пожалуйста вот для этой цели и организовано это совместное совмещание для этой тот кто хочет что-то сказать имеет возможность сказать получает такой вопрос Максим Григорьевич пришел и может звонить вопрос да 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 пожалуйста сейчас нас камеру вы там упоминали о натуре философии что вы включаете во первых в натуре философии и какие направления значит смотрите как у нас произошло например с физикой известно что математика является универсальным языком физики но так получилось что в определенный момент физическое содержание как таковое стало быть погреблено под ворох математических форм многие специалисты по квантовой механике так прямо и говорят нужно считать а не рассуждать поэтому часто и такой подход формальный он максимальное свое воплощение возьмел так называемой теоретической механики да когда мы по сути не понимаем что мы считаем но мы написали Лагранжан потом написали некоторые уравнения из них получили некоторые следствия и получилось следующим образом что современные физики во многом утратили это представление о физике как о натуре философии то есть о том что о том как устроена самая и спрятались за ворохом этих математических формул и за математическим лесом часто не видят конкретных деревьев либо конкретно взятого математического конкретно взятого содержания вот поэтому мы назвали это новой натурой философии потому что надо вернуться обратно к обсуждению таких фундаментальных вещей как что есть пространство что есть время что есть такая энергия что есть такой мир и уже от этого и дальше уже пытаться это дело модернизировать потому что простого математического или действия современной научной парадигмы на мой взгляд разрешение из того антологического тупика в которой находится в первую очередь физика на мой взгляд нет нужно действительно радикальный пересмотр и критика неких оснований вот такое я имел ввиду классическое определение натурой философии которая включает мы назвали новой натурой философии новой натурой философии которая включает древних греков и все остальные древние эгипет древних греков а мы назвали это новой новой натурой философии вот понимаете то есть это как бы и натура философия но с другой стороны она новая на нынешнем этапе мы должны вернуться к началам чтобы понять что у нас не так почему мы дошли вот до такой состоянии я вам напомню мы живем в тринадцатом году последняя фундаментальная физическая теория была создана девяносто лет назад это квантовая механика девяносто лет физике не происходит ничего фундаментального а вопрос рядом только вопрос мозговой атакой у философии добываете ли дерево жизни не добываем не добываем дерево духа космология дерево разума и дерево мысли это вся парадигма да я могу сказать что все деревья которые пришлись они очень интересны еще деревья впереди да но я хочу сказать что скорее всего все эти деревья которые вы назвали они в наших руках скорее сохнут чем развиваются значит вам не хватает что методологии ну это опять же мнение еще мнение одного из участников вы как бы понимаете что у нас разноголосится своего рода демократия философская он высказывает человек высказывает свое мнение у меня другое мнение вот Александр Сергеевич третье мнение у других участников четвертая из дискуссии возникает что-то понимаете всегда вот на границах обсуждения всегда возникает что-то новое интересное которое обогащает каждого из участников дискуссии поэтому не надо набрасываться сразу надо попытаться понять на границах это не то вот скажите пожалуйста на чем вы основываете свой анализ если таковой у вас существует понятие категории идей Каков анализ у вас? Ну, у разных людей разные анализы, думаю. Разные. Ну, например, у нас Сергей Борщиков есть, вот расскажи про него. А что, я про него ничего не могу сказать, я ничего не читаю. Мы пытаемся построить некую универсальную идею, систему категории. И много участников нашего философского штурма этим занимаются. Можно зайти просто и конкретно посмотреть, чем они там занимаются. На сайте. Скажите, пожалуйста, вот насколько я тут не могу, если я не правильно понимаю, что вы пытаетесь, даже вот сказали, претендуете решить какие-то фундаментальные вопросы физики и хотите вернуть физику в понятное, на то философское как бы русло. А какие-то крупные физики, которые делают эту физику, в этом участие принимают? А если не принимают, то как вы, дилетанты, можете на такое заматываться? И мы, дилетанты, как мы можем на такое заматываться? Вы знаете, немножко о дилетантизме вопрос такой. Я ведь являюсь одним из самых, в официальной науке, цитируемых физиков страны. Что вы имеете? Я являюсь одним из самых цитируемых физиков страны. По формально-призму. По формально-призму. Какие вы имеете? Цитируемых. Цитируемых. А как ваша фамилия? Данилов. А какой укупостик занимаетесь? Значит, у меня есть, по поводу цитируемости, у меня есть работа, хотя в нем заслуга моего соавтора, научного руководителя, Малеева Сергея Владимировича, а влияние квадрупольного перехода на реформагнитный переход в серии БОР-6. И вот эта работа обладает дикой степенью цитируемости. Потому что там обсуждается в нормальном совершенно русле. Заслуги в этом моей немного. Я просто, что называется, рядом пробегал. Это заслуга Малеева. Он тоже входит, вообще говоря, наверное, в сотню самых цитируемых ученых России. Наверное, Советского Союза за все его время. Тем не менее, это так. Поэтому говорить, что в каком-то степени мы являемся дилетантами, это несправедливо. Я признаю вашу проблему, что мы действительно пытаемся пройти между Сциллой и Харбидой. Харбидой. Харбидой, да. Значит, в чем здесь у нас состоит проблема? С одной стороны, мы имеем профессионалов, которые считают, они рассуждают, которые замкнуты в рамках некой господствующей парадигмы, с одной стороны. С другой стороны, так называемые альты. Альты – это человек глубоко невежественный по своей природе. Но все, что он может, это он строит новые фундаментальные науки, что-либо еще. А сам, например, брать производную от синуса не может. Что-либо? Какие сумасшедшие гипотезы? Да, такого это много. Это действительно и есть проблема, что с одной стороны, не оказаться, быть замкнутым в рамках господствующей парадигмы, а видеть, что она имеет некие проблемные точки. А с другой стороны, чтобы не перейти на позицию альта. Альта, то есть вот такого ученого-альтернативщика, которого на русском и в России очень много. Но и главной отличительной особенностью которой является глубокое невежество во всех фундаментальных наук. И попытка вместо того, чтобы их как-то образом решить, он начинает изобретать какие-то собственные безумные концепции. Не основывая ни на чем. А хотя бы полезно бы поучиться дифференцировать, узнать, что такое теория групп, ознакомиться с физикой, и что-либо. Какие-то элементарные вещи. А вместо этого он занимается некой такой научной фантастикой. Я принимаю ваш этот упрек. Это очень сложно, это почти неразрешимая задача, чтобы, с одной стороны, критиковать действующую научную парадигму, а с другой стороны, не оказаться на позиции вот такого альтернативщика. Но вы же сами сказали, что современная физика в тупике. За 90-е лет ничего не произошло. И вместе с тем, вместе с тем, вы этих альтернативщиков, которые, простите, выдвигают порой сумасшедшие идеи, отметаете и прочее. Нельзя их полностью отминать. Я не могу сказать, что их отметать. Но в основе альтернативщика, как правило, у него состоит... Он свои концепции, как правило, делает не из того, что они нужны, а его концепции проистекают просто из глубокого невежества. Вот он не может взять производную простейшую функцию. Какое невежество? Пример не предвидите вообще. Вот макнущее, на самом деле. Вот макнущее. Я бы даже не хотел. Читайте чековое письмо ученому соседу. Зачем я читаю чековое? Я просто сейчас спрашиваю. Современная какая-нибудь теория, с вашей точки зрения, невежественная, альтернативная? Назовите, пожалуйста. Это не теория, только что говорили. Это не теория, а фантазия. Если фантазия, то я не взял. Какому критерию они отвечают? Вы вопрос задавали? Ну вот это вот как бы сложно. То есть вы по физике экзамен с начала чеково ставите, неважно, он филолог, философ. Главное, чтобы он производную активность у него задал, да? Ну в том числе да. К сожалению, вот одна из проблем состоит, что для того, чтобы заниматься наукой, действительно надо уметь брать производную от синуса, от косинуса, от ангуса, что-либо еще. Но надо, никуда не надо. Надо понимать, что такое сильное взаимодействие. Надо понимать, что такое сохранение рептонного заряда. Вот такие вещи надо понимать. Потому что к нам вот приходят, по примеру, приходят люди и начинается, типа того, что, а разгоним протон до большой энергии, у нас распадется в чистую энергию. А лептонный заряда, хорошо. А закон сохранения заряда куда там? Как он тебе распадется в чистую энергию? Закон сохранения заряда сокращается? А, так у нас тут электрон пролетал. Хорошо, электрон пролетал. А закон сохранения лептонного заряда, ты учел? Нет, я не учел, типа того, что. Но у человека текст. Ну и нечего там, как я лезу. Вы сутки, какие-то гуманитарные, флотовские, те же карты. Или вам первым делом, как-то по-первых, вы... Да, 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 да. По-первых, вы... Знаете, на самом деле, как бы есть у Гегеля такая фраза, что никто не лезет... Скажать-то, Господи. Никто не лезет в дело математики, да, все считают, что это дело математики. Никто не лезет в дело физики, все считают, что это дело физики. Но почему-то каждый считает, что вот философия-то касается его, он может просто вот взять, не подготавливать, просто начать и рассуждать. А разве только в физике открытие делали? Да дело не в этом. Просто на самом деле любое занятие требует некого рода подготовки. Надо просто смириться с этим, вот и все. Вот это вопрос. Вы как-то почему-то это всякое наше усказанное воспринимаете как оскорбление. Не надо это так рассматривать. А вы так говорите. Может, вы неправильно говорите, раз так воспринимаю вас. Нет, смотрите... Ребята, смотрите, господа, по поводу так называемых альтов. У нас вот, вот нам звонил, написал математик из Принстона, российский уехал, там сам был. Он говорит, что вот, если нужно какую-нибудь хорошую работу, так я ее читаю только по-английски. А как какую-нибудь альтернативную гипотезу, так сразу же по-русски только. Вот. Это вот подобного рода вещь есть. На самом деле, как ни странно, эти так называемые альты являются мощным нашим российским ресурсом. Как это связано? А потому что, если ты находишь в рамках действующей парадигмы, то вся твоя жизнь, жизнь своих родственников, твой успех, твой уровень доходов, он от этого дела зависит. Ты же не можешь быть успешным астрофизиком и не принимать практически общую теорию относительности на веру и не апеллировать к ней. Ты обязательно в этой среде сделан. У тебя есть некоторые вещи, которых ты не можешь критиковать, потому что ты лишишься права на специальность в Америке, ты лишишься возможности кормить семью. Вот всего этого лишишься. А у русских почему это развито? Потому что они находятся вне этого поля угрозы. То есть они не встроены в эту господствующую министримовскую парадигму. И их существование, их уровень дохода и благополучие их семей этим не определяется. Поэтому у русских есть определенного рода шансы. Именно в маргинальности современной русской науки, российской науки, находящейся на периферии общенаучного мира. Вот в этом их шанс как раз. Ну если говорить коротко, то вы профессиональный ученый, вы работаете в институте, ни черта не получаете. И если вы сказали что-то не то, все равно ничего. Да. Более вас затопчут. Затопчут. Да. Хорошо, пожалуйста, вы хотите сказать. Да, это заступление. То есть такое неспособление можно будет. Можно мне вопрос сказать? Да, да, да. Вопрос. Ну сначала вопрос. Короткий как руководитель такого очень интересного сайта. Конечно, это удивительно. Потому что люди, которые нуждаются высказать перед аудиторией, перед аудиторией, очень много. И все знают, что печатать бесполезно. Потому что все равно читать не будут. И деньги надо тратить своим, чтобы... Да, конечно, конечно. И вот человек живет, а когда вот то самое понимание происходит, идет такой инсайт, идет такая радость, хочется просто выбежать на улицу, остановить первого попавшегося и все это вывалить. Сказать, Эврика. Да, это вопрос. Ну так вот. Вопрос. Значит, если вот возникло когда-то у кого-то такое состояние, что он должен делать? Он должен к вам подойти? Или что-то все что-то в интернете писать? Нет, он должен зарегистрироваться на профильном сайте, если это связано как-то с философией, на философском штурме. И в блоге выложить собственный текст. Но с философией связано все? Ну, иногда да, иногда нет. У нас есть, например, доктор химических наук, профессор Фельдблюм. Он очень любит на сайте выложить такую, видите, философию Ксении Собчак или что-то еще. Я все такие его сообщения быстро удаляю. Вопрос живописи, например, тайны живописи, это вопрос философии? Я не могу сказать, это зависит от, собственно, то, что там написано. То, что там написано. Философски можно осмыслять любую реальность, любую. Если вы подойдете к этому вопросу философски, почему бы нет? У нас даже есть, по-моему, один из пользователей, участников, который занимается этой программацией. Если я правильно понял, вопрос коротко. Ставьте, следующее. Как на вас выйти человеку, который хотел бы на вас выйти? Набирайте философский штук, нисколько не стоит, это абсолютно бесплатно. Приходите на сайт, регистрируйтесь, выкладывайте свой текст. Если у вас живопись сопровождается... Просто на блог, как блог. У вас будет собственный блог, вы на него сами хозяева. А для записи на ютубе вас пригласят? Ну, по записи на ютубе ничего не могу сказать. Надо договориться, да. Вопрос. Там нет сложности обойти. А вот скажите, пожалуйста, я понимаю, что от Каэра Васильевна... Вот ваша задача. Я не придрался к тому, что у философски штук название некорректное. Не поэтому. Да. Просто ваша деятельность, она должна быть определена все-таки в названии. Да. Если название не соответствует, значит, есть противоречие, с моим точки зрения. А из этого следует такой вопрос. Нет. А вообще-то вы заинтересованы, так сказать, в серьезных проблемах, в их реализации, или вы просто хотите шевелить публику? То есть ваша задача, как людей, расшевелить массу энергию, потому что сейчас люди равнодушны ко всему, ей наплевать. Я заставляю. А вы... Нет, вот откровенно. А вы вот чем-то расшевелите, а что там, чего-то вас уже не очень волнует. Вот так и вопрос. Штаб Балат. Балат Уставович. Если говорить об Игоре, то Игорь, конечно, занимается только потому, что это ему нравится. Собственно, я сколько раз его спрашивал, предлагал ему даже, может быть, книгу написать, или еще какое-то предприятие осуществить. Кроме того, что делается на сайте, он ничего делать не хочет. Именно поэтому его позиция, которая вот такая резкая, может быть, да, и немножко такая категорическая. У меня позиция другая. На самом деле, вот, например, лично я пытаюсь написать книгу, да, просто по сознанию и по этике. И все вот, как бы, многие видео, которые мы снимаем, семинары и доклады, которые я делаю, они просто посвящены разработке этой темы. То есть я беру какую-то тему и пытаюсь, как бы, обсудить ее с людьми, которые компетентны, там, да, и попытаться что-то помочь мне в чем-то разобраться, может быть, обсудить какие-то проблемы, найти какие-то, может быть, выходы и прочее. То есть на самом деле, еще лично я говорю, я вот занимаюсь это, исходя из какой-то вот своей задачи. Это первый вопрос. А второй вопрос, на самом деле, конечно же, когда мы начинали, деятельность философского шторма, мы подразумевали, что вот организовать как-то философ, который у нас есть в стране, и попробовать создать что-то типа вот философского движения. Потому что вот на Западе есть, как бы, да, допустим, можно сказать, что вот есть немецкая философия, и там длинная традиция французской философии, там какие-то именно длинные традиции. А вообще-то вот, если берем, как бы, вот русскую философию, то она обрывается, да, в 17-м году, и все. И вот хотелось, мы хотели, как бы, как-то сплотить философов, да, найти какие-то, может быть, общий уровень коммуникации, попытаться что-то создать, какую-нибудь, может быть, школу, я уж не знаю, во что бы это вылилось. Но просто на поверку вдруг выяснилось, что вот квалифицированных специалистов, да, которые хотят этим заниматься, просто нет. Может быть, они, конечно, где-то существуют отдельно, может, они там занимаются, преподаваются сельской деятельностью и прочее. Да, а в современном время, если чего-то нет в интернете, то его попросту нет. Да, но они не хотят коммуницировать, они не хотят, на самом деле, заниматься реальными проблемами. Вот они занимаются, вот у них есть какой-то там философ, там, Маклюэн, да, они все про него читали, там, они его могут цитировать. Но вот шаг в сторону, это уже все, это уже не для них. То есть они какой-то узкие специалисты, понимаете? И поэтому получается, что вроде, с одной стороны, у нас куча философских факультетов, да, много выпускается каждый год, куча философов, а философов нет. Вот в этом была проблема. И, собственно, когда Роман Таран упоминался, собственно, он просто разочаровался в этой деятельности, которая была, да, потому что не было людей. Просто фактически нас там была группа, там, может быть, 5-10 человек, да, фактически. Все просто не было, сайт просто умирал, потому что не было никого. Просто пустое поле. И вот, и мы попытаемся сейчас, собственно, это поле как-то раскачивать и говорить людям, что вообще-то философия есть. Вот мы ей занимаемся. Вот посмотрите, можно же вот так просто сидеть, что-то обсуждать. То, что возможна философия по-русски. Вот по-русски, как ни странно, оказалась возможна философия по-русски. Да. Замечательно. И кроме того, я хотел бы напомнить, что это название, которое так вас будоражило. Мне, например, это название было получено в наследство. Не, не, про название. Можно про название? Давайте я название попытаюсь оправдать. Несколько слов. Дело в том, что... Я уже не понял. Несколько слов. Во-первых, философские. Понятно, что наша деятельность – это деятельность философская. Почему штурм? Вы даже сами заметили, что у нас некая такая провокационная манера. А если вы послушаете наши дискуссии, там бывает очень жарко. Люди кричат, бегают, руками машут, как бы, да? У них еще. Да. И это нормально. Понимаете? Когда мы какую-то проблему обсуждаем, мы пытаемся избежать вот этих... Вот у вас это вот... Мы с вами сейчас... Нам не удалось найти за вами понимание, да? А мы вообще пытаемся избежать личных выпадов. Наоборот удалось. Вы нас оскорбляете. Вот это все мы пытаемся вынести за рамки. Мы после каждого семинара идем и пьем спокойно чай. Как будто бы ничего не было. Понимаете? То есть вот штурм, он есть штурм. Он только тогда, когда есть дискуссии, когда есть какие-то мнения, когда люди хотят достичь истины, и тут все разрешено. Да, философия дела страстных натур. Вопрос. Скажите, пожалуйста, вас интересуют философские слушания, которые проходят вот каждый год, сейчас начнутся в Заметербурге, с 21, 22, 23... Не интересуют. Лениально не интересуют. А почему не интересуют? Ну у нас вот Александр Сергеевич принимает участие... Не понимаете, да? Ну вот Игорь Зайцев у нас есть, и он принимает. Да. Нет, если у нас активный участник есть, который по формальным признакам вынужден делать. То есть он старший преподаватель там кафедры философского факультета, ясно, что он вынужден там принимать участие. А вот видите, заметьте организационно, какие паузы возникают. А если мы находимся в сфере мыслей, это все запрещено. Потому что мы можем нить потерять. Мы все это не понимаем. Зависит от того, как нам очень нравится. Игорь Иванович, вопрос такой. Значит, у вас на сайте есть подшивка общей книги. Там можно излагать какие-то общие идеи. Могу я туда свою книгу, допустим, «Третий путь» это «Новая натурфилософия» выставить для обсуждения. Вот, книга, она большая уже. Можете? Можете? Можно? Текстовый формат, он запросто лезет куда угодно. Да, можно. Это очень мало. У нас видео... Если с вами не сможете, можете прислать нам на почту, мы его разместим. Видеогигры. Хорошо. Значит, вам просто я хочу сказать, что так называемая общая книга, в общем, наверное, вам это неудобно. Это такая опция была. Но она оказалась невостребованной. А, она не работает сейчас? Нет, она работает, но смысла в ней особо нет. Она в формат наш не влезла. Понимаете, у нас все-таки формат дискуссионный. Вы можете собственный блог открыть и там вы это выложите. Нет, блоги не даются. На свои блоги, да? Почему? Ссылка прицепите. Прицепите на нее ссылку и все. Но если вы не сможете, мы вам поможем. А загряжание ее где дать? Давайте так, вы пришлете нам файл и все сделаем. Хорошо. Значит, на админ, на админ пишите Булату имя админ. Давайте, давайте, чтобы я это резюмировал. Да, пожалуйста. Чтобы я это как-то резюмировал. Я не имею, не думаю, присутствующие вам, но лишь только признательны, чтобы вы пришли и сказали нам о своем опыте работы. И делали им название там. Шторм или штурм или еще что-то. Это историческая задача стоит, когда появляются люди, которые говорят, я прославил вызов мне. Я говорю истину какую-то в науке или еще вне. Вот смысл какой. И когда вы говорите, мы решаем коммуникацию. А Перельман, который от всего мира отгородился, что он сделал? Вот он решил задачу. И в науке, если вы занимаетесь, вы можете две функции выполнять. Либо вы решаете поставленную кем-то задачу, либо формулируете новую задачу. Когда мы говорим о новой натур-философии, но натур-философия вообще это позднее образование. Мы же тут все, тут много специалистов в этом делаем. Они вам скажут, что было ли что-то с физикой, метафизикой и так далее. А натур-философия позднее образование. Вы предлагаете новое, замечательно, молодежь, и все. Но вы ставите задачу уже философскую, а не научную. То есть вы говорите, мы хотим новые категории, мы хотим переосмысления, новое пространство. Ну и важно, время, какое угодно, какие угодно категория. Это уже философская задача. И тогда вы опять попадаете в прокурорского оружия. Вы для кого эти категории решаете? Для мира науки, для мира очень специализированных, очень подготовленных людей, или для широкого круга людей? Можно я решу? Сейчас я закончу. Два этих мира тесно связаны. Я просто говорю, не в форме претензий о том, что... Вот наш клуб, он решает задачи для более широкой задачи. А вот для каких-то специальных, конечно, это там есть специализированные советы, есть специализированные лаборатории, которые стоят на выводе задачи. Вот есть клуб, который решает и то, и другое. Да, вот у нас, поэтому у нас не претензия к вам, а вопрос, чтобы было понятно, что... Нет, знаете, вот смотрите, вот есть... Это как рефлексия, а не факт. Есть просто физкультура, а есть спорт высоких достижений. Да, понимаете, Олимпиады. Вот здесь то же самое. Ну мы, за что мы уважаем нашу страну? Как бы еще мы гордимся. Мы ведь не гордимся физкультурой. За страну, за свою компанию. Мы гордимся, на самом деле, за олимпийские достижения, за золото, скажем, олимпийское. Точно так же, кому-то ведь надо взять и сказать, что вот вообще-то мы есть вот тут. Из-за себя говорили. Вы не претендуете. Не, ну на самом деле, если говорить уже о задаче, которую Игорь не озвучил, я как раз мы на это претендуем. Мы претендуем на то, чтобы сказать, что философия у нас есть. И это не только мы конкретно. Это вот называется... А что, без вас не знает этого, что ли? Да, не знаю. Ну, мы не хотим просто говорить об этом. Но на самом деле, если честно... Нет, ну так это я не ругаюсь. Понимаете, они же существуют, в гуси у них. Ну, люди-то будут, да. Сейчас там выключать эти две идеи. Ой, я что-то сделал. Да-да-да. Ну, видишь... Я хочу выступить с выступлением. Ну, короче. Ну, выступайте. Потому что я выступаю с лобовицы. Я выступаю с лобовицы. Значит, я... Первый момент... Как видите? Первый момент... Это о выступлении вот... Эдуарда Олеговича. Никто о нём ничего не сказал. Я считаю, что это не заслуженно. О нём тоже надо что-то сказать. О его выступлении. Значит... А потом уже вот... Второй, так сказать, части. Очень коротко. Значит, по вот этому. Обращение к подсознанию может быть вызвано либо стремлением получить информацию, либо желанием уйти от сознания. В обоих случаях важна методика проникновения в подсознание. Наиболее распространён способ с применением алкоголя. Он применяется для получения информации, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, или для ухода от сознания. Загулял-загулял, загулял парень молодой-молодой. Получили распространение и другие химические методы, наркотики, психотропные средства и так далее. Есть более безопасные методы. Сон, искусство, молитва, медитация. Я хочу обратить внимание на способ обращения к подсознанию с помощью ритмов. Мантры во время медитации задают ритм. Их смысл непонятен. Шаман бьёт в бубен, задавая ритм. Но ритм можно задавать с помощью стихов. Поэзия может быть средством познания. Об этом говорил Хайдеггер. Многие философы пишут стихи. Я предлагаю провести поэтический семинар, на котором каждый может прочесть свои стихи или те, которые нравятся. Я бы мог сделать небольшой доклад стихи и ритмы. Основная идея доклада в том, что стихи могут проявить ритм, на основе которого может быть сформулирована какая-то новая неожиданная мысль. Семинар можно провести после Нового года. Он может быть экспериментом. Мы просто проверим, появится ли какая-то новая мысль с помощью поэзии. То есть, практический вопрос. Эдуард Олегович говорил, вот можно подсознание, догадка и так далее. А как вот практически сделать, чтобы появилась догадка, чтобы сработало подсознание, напиться или медитировать, или молиться, или может стихить. То есть, вот эксперимент. Начнем со стихов, окончим напиться. Но это уже другой вопрос. У нас есть семинар, посвященный ЛСД. Вот можете посмотреть видео. Ну, может быть. Значит, что касается вот второй части. Да, называется ЛСД «Опиумы и Христос». Значит, у нас... ЛСД «Опиумы и Христос». Ну, как хотите. Значит, мы встретились... У нас сейчас столкновение двух семинаров. Вот философский стул и наш семинар. И когда сталкиваются там две противоположности, две семинары, возникает вопрос о конкуренции. Мы являемся конкурентами, как бы. Советские люди не знают, что такое конкуренция. Они знают, что если враг не сдается, его уничтожают. И кто не с нами, тот против нас. Поэтому у нас сейчас реакция вот на противоположность именно такая. Если враг не сдается, его уничтожает, то не с нами, тот против нас. Вы же сами сказали, что мы в разных работах это уровнем. Вы работаете ближе к нам. Нет, я просто говорю, а в чем суть. Но с другой стороны, конкурента можно понимать, как источник совершенствования. Такой подход тоже возможен. Я хочу сказать, что я выступал на этом философском штурме сам. Мне очень понравилось. И отношение ко мне было как к конкуренту. Но как к конкуренту, которого можно для совершенствования использовать, а не для того, чтобы меня там уничтожить, растерзать. То есть вот эта атмосфера, которая, они говорят, реально она существует. Спасибо. Спасибо вам. Поскольку обращение было ко мне, я должен сказать, что я не знаю такого средства, как Форд, скажем, ставил на конвейер определенные операции. Я не знаю такого средства, с помощью которого можно было бы апеллировать подсознанию. Если вы обнаружите такой механизм и обнародуете, может быть, к нему будет... Нет, есть такая проблематика, она в западной философии обсуждается, это измененное сознание, состояние сознания. И на самом деле там действительно можно добиться определенных результатов, определенных родов. Речь даже идет о том, что каждый философ это своего рода шизоид. Отличие из шизофреника состоит в том, что шизофреник – это клинический больной. А шизоид – это как бы человек, который добивается такого некого состояния пограничного, в котором ему открывается что-то новое. То есть в нормальных состояниях уже не удается достигнуть этого, вот этого нового. И надо достигнуть пограничного состояния. Ну и Софию там будет. Да, пожалуйста. У меня просто очень краткое выступление, впечатление от встречи. Лично я хочу сказать, что мне было очень интересно. И очень жалко, что восприятие наше было какое-то острое и где-то даже некорректное. В конце концов, интернет-сообщества, они более обширные, они работают с большими аудиториями, может где-то свои формы. Но надо было послушать. Поэтому мне очень понравилось. Спасибо вам большое. Я с удовольствием войду на этот сайт и с удовольствием, может быть, буду работать с вами. Да, спасибо. И передам своим друзьям. У меня есть друзья, которые пишут философские книги. Обязательно скажу, чтобы они зашли. Спасибо большое. Спасибо. Когда вы меня не поняли, наоборот, я очень доволен, желаю, что вы выступили. И это очень хорошо и интересно. А наша реакция, она хорошая, потому что на самом деле вы провокаторы. А мы тоже считаем, что это называется тролли. Реакция и вы должны быть без всякой обиды. Хорошо, понимаю. А единственное, что если вы позволите, буквально, поскольку вы сами сказали вещи очень интересные, они для этого времени мало. Ну, простая вещь, что на самом деле в России не было философии после семнадцатого года. То есть она... И до не было, и до тоже не было. Вам надо запомнить. А там наша система, она осталась, к сожалению, совховым мышлением. Человек сказал, реакция наша такая. Кто не с нами, тот против нас. Это у нас заложено. А вот чтобы выжить на самом деле, ну, действительно, возможно, и вам на эту тему надо подумать. Вот я даже мог вам больше наше и кое-что предложить. Действительно, учить азбуку. Грамматика разума Труханова читали? Ну, я читал. Ну, что вы скажете? Правильно я книжу? Ну, в общем-то, полезно, я думаю. Так вот, может быть, за основу его идею взять? Ну, вот таких же много идей. Нет, нет, нет. Вот такая, какой у него, меня извините. Это очень любопытная вещь, потому что на самом деле может что-то серьезное все-таки вам задумать. Вот мое, так сказать, желание пожелать. Исходите. Я вам что-то предложу. Спасибо. Извинения принято и предложение принято. Вот сейчас, да. Я нависляю обобщение в форме вопроса. По поводу наименования. Штурм. Штурмует крепость, замок, город. Кто штурмует, штурмуете вы. И что за крепость философии, которую вы штурмируете. А если взять штурм, то это разгулявшая стихия в океане, с которой борются моряки. Нет, не обязательно. Так вот вопрос заключается в том, вы даете возможность людям понять вашу систему, а она из чего складывается, из каких понятий, из каких категорий, и какая ключевая идея, общая идея, которая вами руководит в отношении такого огромного разнообразия суждений и мыслений. Хорошо, спасибо. Я уже говорил, у нас светство досталось. Нет, я на самом деле нет. Давайте я могу ответить на это дело. Здесь уже было сказано, что мы штурмуем. Мы штурмуем не крепость, мы штурмуем небо. Да? Вот. Поэтому вот здесь и шторм, и штурм это одно и то же. С одной стороны. Значит, по поводу... Штормуем небо образуется шторм. Да. Значит, смотрите, какая базовая идея можно, о которой говорить и с которой мы как бы работаем, о категории что-либо еще. Вот у нас есть отношение сознания к миру. В качестве мира или в качестве объекта, к которому направлено наше сознание, может быть какой угодно предмет. Математический, биологический, горшок с цветами, прекрасная картина, музыкальное произведение. В смысле, то, на что направлено сознание, вот эти самые объекты, они бесконечно разнообразны. Но есть некоторая другая специфика, она в отношении состоит. Вот это самое отношение сознания и предмета, оно не может быть дано в предметной форме. Мы не можем вот это самое отношение взять и положить перед собой в качестве нового предмета. В этом смысле оно перестанет существовать как некое отношение. Его специфика отношение как отношение исчезнет. Поэтому та базовая идея, которую у нас спрашивают, она и попытка состоит в том, в том, что занимаются собственной метафизикой и собственной философией. То есть удержать это отношение к миру для себя, для себя в дидельском смысле пишется через черточку. То есть удержать его именно как отношение. Этим мы как бы этим и занимаемся. Поэтому, когда вы спрашиваете по поводу картины или живописи, да, вполне возможно. Но если нам удастся не раствориться в предмете, не в его бесконечных разнообразиях, в бесконечном количестве определенностей и бесконечных свойств, а удержать именно философское отношение мира. То есть дать вот это отношение к миру в качестве удержанного именно отношения. Вот этим мы и занимаемся. Это для нас является базовым и главной интенцией. Хорошо. Я помню. Вы говорили о натуре и философии. Я тут просто вспомнил, что Холкинг в свое время, в 80-м году носился с идеей создания теории всего. Теории так называемого единого поля, который бы объединил все взаимодействия, еще что-то. И объяснил бы весь мир, все его тайны и так далее и тому подобное. А потом, спустя некоторое время, тот же самый Холкинг говорит, а мы не понимаем, что такое Вселенная. Мы не понимаем, с какой стороны к ней подойти. Что это и есть? И он оказался не гордым одиночеством. Вы правильно это заметили? Что современная физика находится действительно в кризисе. Она не понимает, что такое Вселенная. Как она была создана. Был ли у нее план. Есть ли у нее цель. То есть физика не понимает. Это первое. В чем смысл непонимания современной физики от данных вопросов? В том, что они все свои построения как раз на тех математических моделях и строят. Давным-давно уже для многих физиков стало ясно, что это дорога в никуда. Что математические модели создают ум человека. А точнее его интеллект. Но вместе с тем, вместе с тем, никто еще не знает, что такое ум и что такое интеллект. То есть человек, как таковой, исследован не больше, чем, простите меня, вирусом. 2%. Поэтому говорить о каком-то штурме, о каком-то штурме, не совсем уместно, я считаю, пока мы не поймем, пока мы не поймем, что такое человек, чем он мыслит и вообще мыслит ли он. А потом уже вопросы о категориях и т.д. и т.п. Хорошо, спасибо. А вам не так давно, не так давно там священники наши лавры Александр Невский проводили, эксперимент с участием ученых. Они просто-напросто читали молитвы, в их мозгу были подсоединены приборы. Оказалось, что частота колебаний, колебаний резко-резко уменьшается. Прошло там несколько часов, а потом один из священников сказал, вы знаете, я не верю, что прошло 3 часа, мне показалось, что прошло не более 30 минут. Это как раз говорит о том, что даже время восприятия как такового меняется в состоянии так называемого измененного сознания. А это измененное сознание, простите меня, это не алкоголь, это не наркотики, как там некоторые предлагают. На Востоке этими техниками занимается уже как минимум 5 тысяч лет. И отбрасывать достижения Востока и не включать их в так называемую натуру-философию, которая основана исключительно на математике, это просто на конституции. Мне очень понравилось, это здорово и великолепно, что нашлась такая группа, которая собирает огромное-огромное количество мнений и пытается привести к единому синтезу. Это великолепно, здорово. Я рад за это, но, смотрите, я увидел в чем проблема отсутствия методологии обработки информации. Методологии обработки информации. Бесконечность, беспредельность, а нужно сделать конечность, определенность, ясность и понятность. Все. И тогда становится понятным и ясным и реальным можно проверить. Вот я показываю методологии исторические, все это было отработано. Иисус Христос собирал 12 человек, посмотрите, 12 человек, и четко ясно, каждый земля, вода, воздух, огонь, и только одна реакция. Вот он задает вопрос, это Леонардо де Винчо специально передал для вас. методологию обработки любой информации. Вот Иисус Христос задает всего лишь пять вопросов. Они проходят здесь желтым, вот они, желтые линии, это пять вселенских законов. Человек есть пять систем. Пять законов. Вот он задает вопрос. Смотрите, кто содержание мысли, что форма материи, убивает людей, убивает планету, и теорию трехлянцев. Кто будет убивать? Для того, чтобы заранее предусмотреть исключение этого убийства. Смотрите, вот он задает, Иисус Христос, и они отвечают, отвечают, но одеждой, пальцами, руками, это целая система знаний. И они мгновенно это отдают. Дальше, перед нами, вот, русский, Андрей Рублев выдал, как находить все эти истины. Наука впереди, образование и политики. Он называется, это ораторское искусство. Вот я прослушал, 76 часов ораторское искусство, вот по этой системе. И добывали истину. Все народы и народности имеют эту троицу. Все, вот, все до одного народы и народные имеют, вот именно, эту троицу. Посмотрите, эта троица в нашем Эрмитаже, это всего лишь грация, согласовать мысли, чувства и поступки. Смотрите, интеллект Запада, Россия и Восток. разумное тело. Все. И вот наука уже достигла, наука вывла, гипоталамус, таламус, гипофиз, соединяется в одно целое, гениальный человек получается. Левая и правая часть гениальны. Он мгновенно истин, находит истину. Это исторически тоже делалось, вот, есть древняя икона, как исторически все это делалось. Спасибо. Спасибо. Методологии вы сделаете невероятно много. Оставите меня посмотреть? Хорошо. можно снять все. А можно с собой? Нет. Пожалуйста, пригласите меня, я потом. Пригласите, да. Он будет где? Стык. Друзья, я только что вернулся из... Почему я, собственно, сегодня и опознал. Я был на семинаре кафедры квантовой механики вот в университете. На их научном семинаре и делал доклад по философской интерпретации квантовой механики. Ну, я несколько слов хочу сказать по этому поводу. как принято. страшно. Это физики, которые, так сказать, занимаются проблемами серьезными. А я пытаюсь философствовать на этой теме. Но приняли хорошо. Все аплодисменты были. И все, так сказать, все хорошо. Вот. Ну, правда, один профессор, я не знал, что это профессор, попытался меня ущучить и, значит, сказал, что вот ваше построение, которое вы предлагаете, оно не согласуется с теоремой Белла. Ну, а я по простоте душевно ему справлю. Вы знакомы с теоремой Белла? Чем вызвал смех в аудитории? Какой теоремой Белла? Я в ответ задал вопрос. А вы сами знакомы с этой теоремой? Чем вызвал смех? Видимо, это, так сказать, солидный ученый, который, так сказать, я все знаю. Да, который, так сказать, с этой теоремой хорошо знаком. Но, во всяком случае, по существу, он не прав был, действительно. В данном случае был не прав. И, ну, нажил себя врага. Очередно, не первый раз. Но факт то, что приняли хорошо, приняли все. Но напоследок зав. кафедры квантовой механики профессор Шабанов, Шабанов, по-моему, да, фамилия Шабанова? Шабанов, да. Он сказал, что, значит, вы знаете, все, конечно, это очень интересно, все замечательно. Но мы, для нас важен эксперимент, что мы пощупать можем. А то, что не связано с экспериментом, нам это поскольку интересно. Ну, мы занимаемся конкретными вещами. Вот конкретными, поймите. А вот философия, она, конечно, хорошо, все, но, понимаете, это не наше. Вот так вот состоялось сегодня мое взгляд. Что касается сегодняшнего вашего, значит, беседы, я с опозданием пришел, потому что, я не знаю, всех коллизий ваших общей, я-то убежден, что дело, которое делают Игорь Булат, совершенно великое дело, просто великое, с моей точки зрения. Это нечто совершенно, ну вот то, что невероятно нужно и необходимо. Я в этом убежден, глубоко убежден, и считаю, что за этим большое будущее за работой. И это бескорыстная работа совершенно, так сказать, у энтузиастов. Тут только можно шапку снять и поклониться теме. Вот. Теперь, значит, в отношении анонса несколько слов нашего. 7-го числа, вот сегодня был разговор о Фите, у нас, да? Немножко коснулся, как я понимаю, разговор, проблем физических, философии физики, у вас отличается. Значит, ну, если вы смотрите, ну, скажите, кто не смотрит эту программу парадокса науки по вашему общественному серию? У нас нету, как-то. Нет, да, никто? Парадокс. Нет, ваше общественное серию каждую среду в 9 часов вечера там парадокс... Ну, по интернету тоже можно посмотреть. Ваши занески выйти. там проходит передача парадокса науки. Вот ее ведет ваш покорный слуга и Клюшин Ярослав Григорьевич. Ну, с Клюшиным мы через раз, а каждый раз я там присутствую. И прошлая встреча была с профессором Буранским, а позапрошлая с профессором Лебедевым, вот отсюда из русско-христианской гуманитарной академии. Лебедев Сергей Павлович. Тема была... Время будет, скажите... В среду? В 9 вечера. В каждую среду. В 9 вечера. Ближайшая будет память о Шленово. По какому каналу? По каналу вашей общественной семьи. Вот, вот канал. Вот канал. Он не везде есть, не в каждом доме есть. Это кабельное телевидение. Канал Алексея Лушникова. Канал Алексея Лушникова. И вот уже в течение месяца там идут передачи про науки. Вот. Значит, туда можно позвонить, вопрос задать и так далее. Но я что хочу сказать, что вот этот Сергей Павлович очень опасно выступил. Очень опасно. Тема была кризис физики. Как раз вот эта близкая тема. Кризис физики. И он рассмотрел вот этот вот переход от мудрости древнегреческой к софистике. После расцвета философии какой период у них наступал? К гностике? Нет. Схоласта. А, с холастом. С холастом. С холастом. Вот этот переход к с холастом как переход науки от науки классической к релятивистской. К разговорам. И здесь провел аналогии. Очень, так сказать, так. Потом он не физик, он философ. Но он, так сказать, самая святая святых физической науки. И вот он у нас будет в гостях на нашем клубе седьмого числа с этой же темой. Я спросил, Сергей Павлович, какая тема? Какую тему? Декабря. Декабря. Седьмого декабря он будет у нас здесь в пятнадцать часов. Кризис физики тема. Та же, что и обозначена была вот на передаче. Отлично. Значит, 22-го, 23-го числа здесь, в РХГА, работает секция «Самодеятельная философия» наша секция. «Логика познания в науке, философии и религии». Заявлено 14 докладов, 7 еще сверху, так сказать, пришло заявок. То есть, около 20, насколько, да, Евгений Николаевич, так, по-моему. 22-го, 22-го, да. Значит, основной груз ответственности себя принял по организации вот этой конкретной конференции Евгений Николаевич. Вот, значит, вот, наверное, такая информация. Да, 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 вот, что самое главное, забыл сказать. Седьмого числа у нас будет очередное, ну, как бы, собрание, что-то перевыборное собрание нашего клуба. Седьмого числа. Когда будет лебедить? Да. Вот. Все это в три часа. Все это в три часа. Вот, пожалуй, всю информацию, которую я вам анонс из... 22-го, 23-го. 22-го, 23-го нашего сектора. Ну, все, значит, закончим. Вы хотите что-то сказать? Нет, я уже все тогда, тогда... Огромное вам спасибо, друзья, что вы пришли. Мы делаем одно дело. Да. И слава Богу, что вы есть. Спасибо вам. Спасибо.